Итак, ну мы надеемся, что вы ответили на вопросы, о которой мы вам говорили, для размышления, то есть какую часть своей жизни вы воспринимаете уж слишком серьезно или наоборот недооцениваете, ради чего и для чего вообще вы трудитесь. Ну и если вас вдруг не станет, что людям напомнит о вас? А сейчас давайте такой вот уже практичный вопрос еще раз разберем. Вопрос на всех сейчас. Те, кто захочет на него ответить, тот ответит. То есть сейчас будет вопрос по желанию ответа. В каком возрасте вы поняли, что вы знаете больше, чем ваши учителя? У каждого человека в жизни вступает такой момент, когда все, что говорят папа, мама, родители, учителя, да, взрослые... Не является истиной в последней инстанции. Нет, сначала является, а потом в какой-то момент, получается, бац, оказывается, учителя-то могут быть неправы. В каком возрасте это произошло? Кто скажет? Кто готов? Я думаю, у меня лет в 15 это произошло, что я понял, что даже если они это говорят, они сами этого не делают. Сами этого не делают. Так, разочарование во взрослых привело к тому, что вы поняли, что как бы не надо верить каждому слову. Я не знаю, вообще учили бы после матери на первом месте. На первом месте. И все. Так. Подростковый возраст совершенно потрясающий. Это возраст, когда человек становится личностью. Или не становится. И тут важно, кто находится рядом с таким подростком, да, потому что либо он поможет подростку выйти из этих проблем, осознать то, что происходит вокруг него, ответить на вопросы, почему так происходит в мире. Самому начать искать ответы. Самому начать искать ответы. Либо загдавит его. Сделает удобненьким. Да, таким удобненьким загонит все вовнутрь этого человека. И подросток, ну, сломается. Или станет амебой. Ну, перестанет быть личностью. Вот в понимании такой, с большой буквы личность. Который принимает решение, знает, что хочет. Ищет самоответ, берет на себя ответственность за свои решения. Да, в общем-то, на эту тему, кстати, Экклесиаст тоже пишет в своих размышлениях. Вот давайте прочитаем дальше. С 12 стиха 1 главы. Итак. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все это суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердце моим так. Вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде мне над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал, что и это тоже томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. А кто умножает познание, умножает и скорбь. Итак, получается, с одной стороны мы говорим о том, что нужно заниматься исследованием. С другой стороны читаем, что говорит о томлении духа. Духа, это вообще суета, это все не нужно, как порог. Выдохнули, чуть-чуть было и исчезло. Никому это не надо. Ну, то есть, опять-то, получается, исследованием заниматься не нужно. Зачем это нужно делать, если все равно это все. Как вы думаете, надо вообще заниматься этим исследованием? Упражняться вообще? Зачем? А почему? Для того, чтобы проявить все свое искусство, каким Бог меня создал. Все свои таланты, все свои потенциал свой выложить. То есть, исследовать себя в первую очередь, да? Безусловно. А еще кто как думает? Чтобы не была практика. Потому что исследование, да, хорошо учиться на чужих ошибках. Практически мы так устроим, что все равно будут быть ошибки. И если будем извлекать из этих ошибок уроки, то будем потом... Можем сказать, что это экклесиаст. Ясно. Но вы знаете как, все, экклесиаст отвечает на этот вопрос вообще проще. Он говорит, что у нас выбора нет, исследователь или не исследователь. Смотрите, 13 стих. Это тяжелое занятие. Кто дал людям? Бог. Господь это так определил. Если мы называем себя людьми, у нас выбора нет. Либо мы безнадежно глупы. Понимаете? Только безнадежно глупый человек не будет заниматься исследованиями. Исследовать, мыслить, принимать решения, искать ответы. Это занятие для человека. Для мыслящего человека. И это занятие дал нам Господь, чтобы мы практиковались постоянно в этом. Это тяжелое занятие. Тут так и написано. Тяжелое занятие дал нам Бог. Но выбора у нас нет. Мы должны в этом постоянно практиковаться. Иначе мы превращаемся, опускаем себя до уровня животного. Но самое интересное, опять получается здесь противоречие. С одной стороны Бог дает занятие, с другой стороны через экклесиаста говорит. Ребята, а все равно это суета. Вообще ничего не понятно. Тогда нужно или не нужно это делать? Бог дал, с другой стороны, оказывается, это делать никому не нужно. Идите, если мы вокруг оглянемся, что мы увидим? К чему приводит человека знание? Вот в медицине человек вырос. В результате что мы имеем? Аборты. Ифтаназию. Казалось бы, может быть, как бы и не надо. Человек понял, что даже атом можно расщепить на составляющие части. Что мы имеем в результате? Бомбу. Атомную бомбу. Электронные технологии открыты. Телевидение, средства массовой информации. Замечательно, да? В результате это все дело ворует у нас время. Мы переставим меньше общаться друг с другом. Больше по телефону. Сидим в ящике. Или через интернет. Ну, казалось бы, тогда зачем это надо? Может и правда это все печаль, разочарование. Это надо дело так вот порубить и спустить на тормозах. И не надо нам это вовсе. Тогда получается зачем? Тогда нам Бог это дает. Вообще, вы, наверное, помните, мы с вами говорили на курсе по душепопечению о том, что существует три таких уровня мышления, да, уровня. То есть на которых человек мыслит. Вот ребенок, он когда рождается, у него еще такой мыслительный процесс не очень развитый, но он должен упражняться в этом, чтобы их развить. Но он находится на первой стадии, так сказать, наглядно действенное. Вот ему нарисовали домик, крыша, труба, крылечко, окошечко. И говорят, это дом. И вот ему говорят, нарисуй домик. Нарисуй дом. И он именно так и будет здесь рисовать. Как бы там, что бы ни случалось. Нарисовали ему дерево в виде елочки. Потом вы скажете, нарисуй дерево. Он нарисует дерево в виде елочки. Вы если нарисовали ему в виде березки, он очень долгое время будет рисовать дерево только в виде березки. Но потом человек развивается, да, и он приходит на... Вот в результате этого тяжелого труда, который дал Господь Бог, развивается, и он встает на вторую ступень, которая называется наглядно-образная. То есть ребенок уже смотрит, не только вот этот вот домик с трубой, это дом. Он еще видит многоэтажки. Ага, можно нарисовать коробку и много-много окошек. Это тоже дом. Он еще видит какие-то складские помещения, в принципе, это же тоже дом. Просто неживой, да. А потом постепенно, по идее, человек развивается, он понимает, что дом – это понятие еще более емкое. Дом – это домашний уют, очаг, тепло, небесный дом. Который не нарисуешь. Там будут строения, да. То есть уже как бы шире человек начинает мыслить. Так, логически. Но это касается не только ребенка, это касается любого взрослого человека. Ну да, кстати, когда приходит, например, взрослый человек в церковь и видит, вот на молитву все встали вот так. Ну, наверное, так надо, да? Тоже встал так. На эту песню все встали, я тоже встал. Без вопросов. Без вопросов, потому что все так делают. Все встали, я встал, все сильнее. Вот это наглядно действо. Делается, как я. Без вопросов. И вопросов не сдается, потому что все так делают. Но потом начинает замечать. А почему вот, может быть, я могу и сидя молиться? Тут ведь самое главное вот… Ну ладно, в церкви так принято, но дома-то мне, может, стороны не обязательно. Дома я могу по-другому. Молитва не только там стоит, можно и сидя. А когда я лежу перед сном, могу я помолиться? Не всегда. В принципе, могу. Но, может быть, не всегда. Может, не всегда, но лежа… Но, в принципе, Бог слышит. Можно попробовать, получится или нет, да? Интересно. А потом уже человек посепенно должен, по идее, выйти на логический уровень. И вы знаете, Антоний Сурышский, митрополит, сказал потрясающую вещь. Молитва и жизнь – одно. Потому что если Господь смотрит не на позицию молящегося человека, в какой он позе находится, лежа, стоя, сидя, для Бога это не важно. Для него что важно для Бога? Сердце. И вот эта молитва – это не слова, которые мы приносим, а что у нас в сердце происходит. То есть наша жизнь практически должна стать молитвой. Вы знаете, вот человек на первом уровне, он-то не в состоянии понять. Для него молитва конкретно встали, руки сложили так или так, или там, как, кто. Вот эта молитва. Вот этот человек молится. И человек вполне не осознает, что, в принципе, даже идущий человек по улице, но живущий вообще всей своей жизнью с Богом – это его вся жизнь молитва. Понятно? До этого надо дорасти. Вот, например, смотрите, Бог дал Моисею закон. Через Моисея дал закон для своего народа. И ведь многие люди из израильского народа закон Моисеев восприняли только на уровне первом. Наглядно действенном. Согрешил? Получи. Получи. Согрешил вот так? Вот такую? Принеси. Принеси, да, жертву. Хочешь, чтобы от этого греха тебя Господь очистил? Такую жертву приноси. Вот они вот, согрешил получше, там, побольше, значит, надо побольше. Побольше надо жертву принести. Поступил хорошо? Господь лучше благословит. Но ведь Бог-то, чего же, Он желал, чтобы люди через этот закон увидели Его любовь? То есть этот закон был практически таким образом справедливости Бога и Его любви к народу, чтобы они могли освобождаться от грехов, но это увидели не все. И когда пришел Иисус Христос в мир, немногие поняли, что это продолжение исполнения закона Божьей любви. Понимаете? Это нужно было потом объяснять и объяснять, сколько апостол Павел писал в своих посланиях именно о том, что это логическое продолжение закона. Это тоже... Слушайте, а ведь сейчас не все это понимают. Многие люди задают вопрос, какое отношение смерть человека 2000 лет назад имеет по моей жизни? Понимаете? То есть тут действительно вот нужно вот, чтобы действительно доросло мышление вот до этого момента. Вот ответ. Ну, вы сами думаете. То есть, понимаете, мы не ставим никому диагноз. Мы хотим, чтобы вы начали мыслить сами. Почему это так происходит в нашей жизни? Например, вот смотрите, меня вообще поразили эти слова. И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать глупость. А надо ли глупость познавать? Вы представляете? Зачем? Зачем познавать глупость? Ну, это примерно так. Если вам, например, ну, пардон, показывают на какую-нибудь неприглядную, такой валяющуюся на земле и говорят, знаешь, это вот плохо пахнет, это отходы. Вам придёт в голову, слушай, я попробую, а может, это хорошо пахнет, а может, это и вкусно. Понимаете, как-то вот разумному человеку как бы не придёт. Вроде умный человек, эклесиаст, да? Ну, эклесиаст говорит. Надо познать. Надо познать. Мы не призываем вас к наглядно действенному мышлению. Понимаете? Потому что, тем более, что, видите, в Писании есть такое, что то, что кажется им безумием для нас, истина. То есть, как бы, понимаете, человек сам приходит, у него индивидуальная вера в любом случае. Ведь многие люди ищут истину в глупости, правда? Да. Вот как бы это странно ни звучало, там, в зарабатывании денег – хорошая вещь. Но это глупо, потому что всё равно всех не заработаешь. Кто-то будет всё равно богаче тебя, правда? То есть, вы хотите сказать, что то, что порой нам кажется глупостью… Может быть, это и не глупость. Может быть, это и не глупость. В притчах есть потрясающее место. Где это? Четырнадцатая глава, пятнадцатый стих. Откройте, если у вас есть Писание, откройте. Глупый верит всякому слову, благоразумной же, не материн, и тем своим. А глупый верит… В всякому слову. Вот так. Понимаете? Поймите, мы не призываем к наглядно действенному мышлению. Мы понимаем, что здесь с нами всё-таки сидят люди, которые уже от этого шага отошли. Иначе, в общем-то, вы бы здесь не учились. Но, понимаете, нужно всё исследовать. Нужно смотреть. Может быть, конечно, с головой-то не стоит окунаться во всякую глупость. Представляете, каким большим примером мог быть для нас… Ну, помните, в 17 главе книги «Деяний» Павел говорит о верийских верующих, что он пришёл в город Верия, и они оказались настолько мудрыми, что даже, Павел пишет, а не меня, Павла, апостола, стали сравнивать с Писанием. Истинно ли то, что я говорю, находится в Писании? Это замечательно! Кто бы вам что ни сказал, сверяйте это со Словом Божьим. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com У Григория Остера есть потрясающая книга «Вредные советы». Вот я думаю, что вы, наверное, многие знакомы с этой книгой. Мы хотим прочитать один из таких советов. Если не купили вам пирожные и в кино с собой не взяли вечером, нужно на родителей обидеться и уйти без шапки в ночь холодную. И не просто так бродить по улицам, а в дремучий тёмный лес отправиться. Там вам сразу волк голодный встретится и, конечно, быстренько вас он скушает. Вот тогда узнают папа с мамой, закричат, заплачут и забегают и помчатся покупать пирожные, и в кино с собой возьмут вас вечером. Вы знаете, вот это книгой «Вредные советы» – это просто образец методических рекомендаций, как в детях. Воспитывать логическое мышление. Понимаете? То есть каким образом… Потому что если человек, ребёнок находится на первом шаге, да, действенном, он не в состоянии юмор понять. О чём здесь говорит стихотворение? Нужно обидеться на родителей, без шапки в лес уйти, да? И не просто так уйти, а чтобы волка встретить. Но что самое интересное, если в жизни у этого ребёнка действительно оно так и работает, он устраивает истерики, и мама с папой тут же, как бы, делают то, что ему хочется, понятно, что ребёнок, может быть, это стихотворение, логику-то и не проследит в этом стихотворении. Понимаете? То есть для того, чтобы… Но родители призваны помочь ребёнку вырасти. Итак, сейчас такие вопросы опять вот по этой части, которые вам нужны, они опять личные вопросы. Мы их не будем выносить на общее обсуждение. Кто из людей для вас является авторитетом? Прямо сейчас подумайте, ответьте, и мы пойдём дальше. Ставили ли вы когда-нибудь его совет, его утверждение под сомнение, под вопрос? И если да, то что вам это дало? А если нет, то почему этого не произошло? Опять это вопрос для личного размышления. И мы идём дальше. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok